Шумбра-трав И декоративно-прикладного творчества Мастур-Авань-Морот Песни Матери-Земли Мастур-Авань-Морот Мастур-Авань-Морот Фестиваль мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества Последний раз праздничные гуляния проходили 4 года назад, еще до пандемии коронавируса Фестиваль стал долгожданным Его возвращение ждал Мордва со всей России На Мастур-Авань-Морот в село Кивать в этом году приехали гости из 8 регионов страны Вы сегодня приехали на прекрасный праздник, на фестиваль Расскажите, как про него узнали? Часто ли сюда приезжаете? Как вам вообще атмосфера? Что вы уже успели посмотреть? На данный праздник мы приезжаем всегда гостями Пока еще гостями Хотя у нас фольклорная группа тоже создана в нашем городе Я думаю, что на следующий год мы приедем уже с фольклорной группой Приезжаем мы сюда уже не первый раз Нам здесь очень нравится Атмосфера такая дружелюбная Здесь можно встретить старых друзей Посмотреть новинки какие-то мордовские Посмотреть, послушать народные коллективы области Очень нравится, что здесь очень много природы И такая душевная атмосфера Всегда хочется сюда каждый год приезжать Очень красивый праздник Мы рады присутствовать на вашем празднике Мы рады, что здесь такая красота и природа Очень красивая И что праздник у вас возродился Впервые всего? Впервые Ну, несколько лет назад, да, Николай Васильевич? Несколько лет назад мы приезжали Я второй раз, но мне, конечно, очень понравилось Здесь и атмосфера, здесь и природа такая Очень замечательная Что привезли сегодня на праздник? Будете петь, танцевать, играть? На праздник несколько песен Пару песен На Игра и Гармон уже пару песен спели И на большой сцене сейчас будем петь тоже Макшанские и Рязанские песни будем петь А у вас вообще в Пензе как к таким праздникам относятся? У вас тоже проводится что-то подобное? Да, мы тоже в Пензе проводим У нас и Шумбрат был, и Покшерзинчи, и Курилатка В Пензенской области мы проводим народовские праздники К вам приезжают гости из Ульянска? Да Из Ульянска везде, а по всему Со всей России Из Саранска тоже Из других городов приезжают Поэтому рады побывать у вас Приезжайте к нам в Пензенскую область Расскажите, пожалуйста, сегодня мы в Ульяновске На таком празднике Как вам? Вы знаете, на разного рода праздниках мы побывали Но чтобы вот, скажем так, в сельском поселении Организовать такой праздник Создать такую атмосферу Где очень много людей И чувствовать, что этот праздник у них уже проходит не первый раз И чувствовать, что он всегда у них проходит на высшем уровне Потому что если народ идет Значит, здесь им интересно Очень приятно, что здесь На этой сцене мы услышим И мордовские, и ирзианские песни Вот таким образом Наверное, надо Бережно хранить Исконно мордовское Которое идет именно от народа Наши Наши подрастающие поколения Видите, сейчас Они в основном сидят в интернете А здесь вот я вижу очень много молодых людей И если, наверное, это прививается, конечно, в первую очередь дома Но если еще дома И в учреждениях образовательных И в дополнительном образовании Потом, может быть, в культуре Это прививается детям Любовь к родному языку К своей культуре К своим таким духовным ценностям Я думаю, что мы молодежь не потеряем Что они и в дальнейшем будут Нашими продолжателями нашего дела Но, по сути, мы-то сами, конечно Вот наше поколение Мы уже, ну, скажем так, ярые Любим свой язык, свою культуру Свой край, свою родину А вот главное сейчас Не упустить молодежь Чтобы у них формировалось Правильное воспитание Духовно-нравственное воспитание Что вы сегодня привезли на праздник? Песни, танцы? Что это такое? Расскажите поподробнее Чем будете радовать публику? Я хочу сказать, что я работаю В Центре дополнительного образования Руководителем И мы сегодня привезли Мордовские песни Макшанские Потому что наш район Мы изучаем в школах Макшанский язык И у нас в Розаевском районе Очень много сел Макшанских У нас в Розаевске мало Поэтому, вы знаете Мы начинали в 2008 году Приобщать детей к культуре Мордовского народа К языку и культуре Мордовского народа И было поначалу Очень сложно Потому что в Розаевске Там только 33% Макшан А остальные Все разных национальностей В основном русские И среди русскоговорящих детей Как бы привлечь внимание К мордовскому было очень сложно Поэтому мы создали Свой ансамбль педагогов Чтобы показать И красоту костюма Красоту исполнения Мордовских песен Вы знаете, они очень многоголосные Красивые звучания И когда мы показали Вот как раз Приобщили детей Или скажем Погрузили в эту среду Они уже потихонечку Стали к нам ближе Мы очень часто делаем концерты Совместные И совместные выступления Совместно с нашими детьми И это приветствуется И мы видим результат своей работы Потому что дети Они на слух очень хорошо воспринимают И они видят, что мы сами Мы взрослые Мы педагоги Мы не стесняемся Надевать свой костюм Мордовский Наряды свои Мы не стесняемся Говорить на макшанском языке На своем родном Мы не стесняемся петь песни У нас это получается Почему бы и у них нет Поэтому вот, наверное Именно таким наглядным Своим примером Надо воспитывать молодежь Надо давать им Самое лучшее Самое ценное Что им пригодится в жизни Несколько сотен гостей Целый вечер Наслаждались обрядами Традициями и музыкой Украшением праздника Стали коллективы Из Саранской и Пензы 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 Несучный ход Из Саранской и Пензы Саранской и Пензы Cияни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На гуляние в Кивать заглянул Тюште. Вождь мордовского народа, полубог, который научил их различным ремеслам. Эрзи и Мокши очень почитают Тютшу. На фестивале гости могли прийти на кереметь, священное место, и загадать желание в специальную трубу похлопать себя или товарища березовым веником для отпугивания всех болезней и попросить у богини-матери Анки-Патяй счастья в семье, вторую половинку или ребенка. Свои всякие заветные желания сразу вот сюда сказать Тюште в ушко, и все это передастся во вселенную, и все желания его будут услышаны и сбудутся. А вот это вот рогатина, то есть вот все мы вообще, охранники, так сказать, мы с рогатинами. И там есть такие колокольчики. Вы знаете, что звон колокольчиков отгоняет тоже злых духов. А также здесь у нас есть березовый веник. Все мы знаем, что Март-2 очень любили чистоку, любили ныться и хлистаться веником на эту филе. И это сделано в первую очередь для того, чтобы похлистать друг друга и выгнать все хворобушки, чтобы ни хвори никакие не касались. Поэтому вы можете даже взять веничек и чуть-чуть легонько похлистать на маленном месте друг друга, для того, чтобы не болеть весь год. Также ни одно мордовское гуляние не обходится без спортивных состязаний. Для взрослых это бревно. Бревно у нас, которое будут поднимать, состязаться. Значит, бревно молодежь подходит, мерит. Оно площадка действует в течение всего праздника. Потом в конце мы подводим итоги. И лучший показавший результат на главной сцене праздника будут награждаться ценными подарками. Кроме этого у нас есть деревянный мяч. Тоже ребята кидают на дальность. На праздники не обойтись и без традиционных угощений. Каймака, картофельный пирог, коза, пшеничные блины и пшёная каша. Атрибуты праздников и застольев мордвы. Да, действительно, сегодня проходит огромный большой праздник всероссийский на территории Ульяновской области. В частности, в Кузоватском районе и в селе Кивать. Его особенность праздника в том, что, в принципе, уже он так много времени проходит. И столько уже людей, мордвы, знают об этом празднике, фестивале. Что они все стремятся побывать на нём, выступить или посмотреть просто выступления других. И тем самым каждый год количество участников и зрителей увеличивается. К сожалению, четыре года по известным причинам этот праздник не проводился. Но по решению губернатора в этом году он возобновил себя и проводится шестой раз. И ещё особенность в том, что именно на этой сцене любые коллективы, не обязательно там значимые, но и просто приезжают из других регионов и используют эту сцену для того, чтобы повысить свою квалификацию, показать, насколько они способны выступать на других аудиториях. И потому что, когда часто выступаешь на одной и той же аудитории, в той же деревне, в районе, это уже как-то приедается. А когда они приезжают на территорию другого региона, это для них новшество. Они узнают сами что-то новое и иногда показывают сами что-то такие новинки, которых у нас на территории, допустим, Ульяновской области нет. Поэтому это очень объединяющее. Во-вторых, когда приезжают сюда к нам гости, они надеются, что каждый год этот праздник, потому что его нет такого праздника больше в России. И это привлекает особенно людей из других регионов к нам сюда. Это и для нас он является как бы праздником, ну, таким значимым вообще, в принципе, для Ульяновской области. Это понял самый главный губернатор Алексей Юрьевич Русских. И он дал, значит, это самое добро и помог даже, в принципе, финансово для того, чтобы этот праздник был проведен. Хорошо, у нас есть праздник Шумбрат областной, но он областного, как бы, регионального значения. А здесь всероссийский, ну, это как бы бренд нашей области еще по Мордовской линии. Поэтому, как бы, он был нужен, в принципе. И это, с другой стороны, возможность пообщаться людям. И чем чаще мы общаемся, тем мы становимся дружнее. Бывали времена, когда приезжало до 15 регионов. В этом году 8 регионов присутствуют на этом. Я так думаю, что после такого перерыва это хорошая цифра, и мы ее будем пытаться увеличивать, приумножать. Поэтому, как бы, дай Бог, чтобы этот праздник и дальше существовал, и присутствовал в жизни мордовского народа Ульяновской области. И не только Ульяновской области, но и регионов других, которые к нам с удовольствием. Просто сейчас время такое, как бы, не всегда есть возможность транспорт найти, может быть, приехать. Хотя желающих очень много. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Национальными кушаньями выходные кормили не только в Кузоватском районе, но и в Теренгульском. Там для местной мордвы состоялся шумбрат. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы детей приучаем к нашим традициям, нашим обрядам, и чтобы они не забывали именно дело наших бабушек, прабабушек, и чтобы их дело продолжали наши дети. Вот что, к чему я научилась, это всё от моих бабушек, мамы, папы. Они были очень трудолюбивыми людьми. И кто шил, кто прял, кто шитьём занимался, я кое-что приобрела. В кружок Елене Мартыновой ходят дети разных национальностей. Они узнают о мордовских праздниках, блюдах, обрядах и традициях. Каждый год на районном шумбрате ребята делятся полученными знаниями и проводят мастер-классы. В этом году гости праздника могли сделать оберег для молодожёнов куклу-неразлучников. Она изготавливается на основании аналогии, вернее, куклы-куватки. Называется неразлучники, потому что у неё одна рука на пару. То есть это означает, что молодожёны, они будут идти рука об руку и в радости, и в горе, и всегда будут вместе. Ещё важно знать, что ткань для куклы желательно рвать, потому что именно оторванная ткань, она считается, что не пропустит никакую нечистую силу. Также праздничные гуляния прошли в Павловском и Ульяновском районах. Мордовский народ бережно сохраняет и популяризирует традиции и язык эрзя и мокши. А сегодня мы прощаемся с вами. И я напоминаю, что наша программа выходит на канале Уллправда.ТВ. В запись её всегда можно посмотреть на сайте Уллправда.ру. До свидания. Вас Тома Зунок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...